За неделю в Анапе 13 случаев краж, 4 раскрыты. Сотрудники полиции приостановили работу кафе, где нелегально продавали и разливали алкоголь без разрешительных документов. Проверили 72 иностранных гражданина, 14 привлекли к административной ответственности. О работе своих сотрудников за неделю отчитался начальник миграционной службы Андрей Дубошин. Провели 11 рейдов, трое иностранных гостей, нарушающих правила пребывания и работы, выдворили. В рамках проведения совместных мероприятий по отработке живого сектора установлен так называемый резиновый адрес с фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет, составлено 14 административных материалов. 24 декабря 19 сяновчан из категории детей-сирот получат ключи от собственных квартир в новом доме. Руководители городских предприятий до этой даты должны предоставить полные списки объектов культуры и образования, нуждающихся в ремонте. Мне нужна Нина Николаевна и Марина Борисовна. До конца недели я прошу вас предоставить мне весь перечень предполагаемых к ремонту, строительству, капитальному, к реконструкции ваших объектов на 2014 год. С указанием, если есть финансирование, есть или нет, отсутствуют проекты, проектно-смертная документация. Когда во втором полугодии следующего года начнутся провалы, то оттуда те, кто утверждает сегодня, я не буду фамилией называть, начнут в Анапе искать виноват. И виноваты будете вы, вы и я. За неделю трижды вышли на проверки таксистов. Девять человек привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки. На две машины наложен административный арест. Инвестиции, поступления в бюджет и расходы. Бюджетникам начнут выплачивать зарплату за декабрь с 20 декабря. Отчиталась заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Местный бюджет поступил на сегодняшний день 1,773,568,000 рублей. В аналогичных условиях это 118,8%, а в конце года это 109,3%. Расходы составили 2,35,000,000 рублей. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал четкого исполнения обязанностей от коммунальных служб. Анапчане, в свою очередь, должны оплачивать услуги в полном объеме. Нарекание главы города-курорта вызвало работу с обращениями граждан. Анапчане получают формальные ответы. Каждое обращение пересмотрят. Из всех за год составят список с промежуточными результатами. Если проблемы анапчаны еще не решены до конца, ответственных обяжут найти конкретные решения до конца года и сообщить об этом заявителям. Уважаемые коллеги, исключите в ответах своих, что вам необходимо обратиться в управление архитектурой или еще какое-то. Обращайтесь. Вам поступило заявление либо обращение. Обращайтесь в архитектуру, рассматривайте все вопросы. Если нужно письменное обращение, туда. Получите это письменное обращение и отправьте его в архитектуру. И следующий вопрос. Срок 3 дня. И до пятницы выборка за последний год, за 2013. Те вопросы, особенно по сельским аквам, которые задавали нам люди. Мы промежуточный ответ дали. Вопрос до конца не решен. Значит, вернуться к ним и поручить, почему я говорю на пятнице, исключительно, чтобы в субботу мы могли отдать главных руководств и пройти тех заявителей, которые есть, и получить дополнительную информацию о решении тех или иных вопросов. Мы все поняли. 45 школьников представят Анапу в Краснодаре на губернаторской елке. И с 21 декабря в городе начнутся детские утренники в школах и детских садиках. На городских праздниках и на утренниках в учреждениях образования дети от 3 до 7 лет и младшие школьники получат сладкие подарки. В новогодние каникулы в Анапе пройдет более 360 праздников для детей, молодежи и общегородских. Наталья Пухальская, Артем Зиборов. Анапа. Регион.